Всех приветствую. Пришло время переработать вот это ведерко с конденсаторами. Трубчатые флажки так называемые. Это я собрал из 600 килограмм плат. Вот этот материал. Сейчас взвесим его. Ведерко 100 грамм. Ну вот ровно 5 килограмм получается вот этих конденсаторов. Ведерко весит 100 грамм. Плюс, плюс, плюс я делал немножко эксперименты. Проверял каким методом мне лучше забрать вот с этого материала серебро и кое еще что-то. А еще что-то это вот припой. Ну и медь. Ножки. Но это потом. Все это мы сейчас сделаем. Посмотрим. Что не покажу буду рассказывать. Сейчас вот этот материал мне нужно избавиться. Избавить его от краски. Вот этого покрытия, которое сверху. И открыть припой и посеребрение, которое нанесено на керамике. Ну и на выводах тоже есть там серебро чуть-чуть. Так что в первую очередь избавляюсь от покрытия. Сейчас покажу как. Вот такая посудина с нержавейки. Это что-то медицинское. И сколько смогу. Сейчас засыплю сюда. Ну вот сколько влезло. Половина где-то влезла. Так и сейчас вот имею вот такой крот. Крот. Я прикупил 5 пакетов. Они по 7 гривен. 35 гривен. Это уже получается у нас расход. Расход тоже сейчас открою. Штуки 3. 3 пакета открою. Есть 3 пакета открытых. Засыпаю этой смесью эти конденсаторы сверху. Два с половиной пакета засыплю. Или сразу два пока. Маловато. Еще чуть-чуть. Все. Заливаю обыкновенной водой из-под крана. Вот так сверху. И все. И помешать нужно. Чем-то нужно помешать. Вот сразу пошла реакция. Вот эта смесь сильно нагревается. И она не должна попасть на руки. Иначе Кожей будет проблема. Сейчас в первую очередь Вот на этих трубчатых конденсаторах слезет краска. Растворится, слезет. Ну а затем уже из флажков. Но некоторые флажки Там какое-то другое покрытие Возможно другой производитель что-то там накладывал на эти флажки. Но они На них долго смывается Покрытие это Я обычно вот это все ставлю на ночь. Или днем с утра. Заливаю все это. Засыпаю. Вот сейчас Пробую горячее. Вот эта посуда горячая стала. Ушла реакция. Ну желательно Все это делать при комнатной температуре. Не на холоде. Чтобы она немножко имела Подогревалась. Чтобы не охлаждалась. Не на ветру. И вот Видим уже какая-то реакция идет. Вот такая пенка Потихоньку И краска смывается. Вот прошло буквально сколько там минут. И Сейчас посмотрим Правда немножко маловато вот этого средства На такое количество. Хотя достаточно будет. Вот уже На флажках Вот эта краска вспузырилась Пузырьки такие Идет отслоение Отслоение Вот Вот краска уже Отслаивается Вот трубчатый уже все свободный Там уже краски нет Вот Серое покрытие было. Там серая краска и уже Серебро видно. Вот Так что трубчатые Они И сейчас мы уже увидим И на флажках серебро Вот на некоторых уже Припой видно Вот Маленький Это плохо видно Сейчас Повышаю Ну Надо конечно Приходить Периодически Помешивать Сейчас О Вот Такие вот Флажки уже Буквально Вот я рассказываю И Уже Да И раствор Видите какой Красный стал раствор Краска Отслаивается Все просто На всякий случай Еще Вытяжку Включу Потому Что Немножко Идет конечно Какое-то Испарение Хотя Нет Я не слышу Никаких Испарений Никакого Запаха Я и не слышу Просто Идет Снылка Вот От Этой Краски Ну Я все равно Оставлю все это на ночь Потом уже Посмотрим Посмотрим На этот материал Какой он останется Ну После Промывки Промывать конечно Нужно долго Долго И хорошенько Отмыть Потому Что Зайдет Вот Эти Трубочки Зайдет Этот раствор И Нужно хорошо Оттуда Этот раствор Вымыть Так что Придется Хорошенько Промывать И Возможно Даже Долго Это Первая Партия Потом уже Сделаю Вторую Партию Потом уже Включусь Да Еще не сказал Вот Этого средства Серебро Не смывается Оно Даже Поначалу Как бы Пассивируется Чуть 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 Темным Стает Затем Блестящим Ну Вот Чуть Чуть Где-то Там Есть Пассивация Что-то В этом Средстве Есть Такое Что Оно Пассивирует Серебро Припой Тоже В общем Металлы Здесь В этом Крате Не Растворяется Так что Можно Оставлять На Сутки На Двое И Ничего Такого Не произойдет Только Слезет Краска Не знаю Отключился Прошло Всего Десять Десять Минут Наверное Прошло И Вот Так Уже Слезла Краска Раствор Все Так Теплые Становится Теплые Сразу Было Горячее Решил я Сразу Все Засыпать Вот Еще Засыпал И Засыпаю Остатки Крата Тоже Также Сверху Покрою Водой Пять Пакетиков Ушло Заливаю Водой Сейчас Снова Температура Поднимется Вот Даже Слышно Вот Такое Шипение Такая Реакция Новый Раствор Станет Горячий Это Все Горячее Станет В общем Уже Посмотрим Утром На ночь Оставляю Перед тем Как уйти на ночлег Еще Далевал Воды Немножко И Вот На утро Вот На утро Вот Такая Каша Вот Такие Конденсаторы Сейчас Буду Промывать Под краном Конечно И Заодно Почищу Трубы А потом Уже Посмотрим Какие Конденсаторы Будут Отмыл Водой Краску Не Все Конечно Отмыл Чуть Чуть Осталось Много Воды Ушло Много Времени Конечно На всю эту Процедуру Вот Такие Зеленые Они Не смываются Картон И Вот Такие Конденсаторы Не смываются Нужно Другим Средством Смывать Вот Это Покрытие У меня На канале Есть Я показываю Как Нужно Смыть Каким Средством Ну и Теперь У меня Дальнейшая Процедура Да Вот Объем Почти Как И Был И Сейчас Я Буду Понемножку Засыпать Вот Эти Конденсаторы Вот На это Сито Буду Засыпать Греть Горелкой И Стряхивать Вот В эту Посуду Припой Тоже Я На канале Я показываю Как я это делаю Там С других Деталей Так Так Что Можно Посмотреть Мы Посмотрим Сколько Я Стряхну Припоя Вот С этих 5 кг Таких Конденсаторов Уже без краски И Заодно Обгорит Краска На тех Деталях Которые На которых Не смылась Краска Покрытие Ну На Вот На таких Круглых Воршках Она Быстро Смывается А Вот На Круглых Тоже На Некоторых Видимо В зависимости От Покрытия Возможно Завод Производитель Вот Тоже Круглый Конденсатор Тоже Краска Осталась Вот На Зеленых Вот Этих Маленьких Флажках Тоже Краска Не смывается Что-то Другое Не Поддается Другими Средствами Нужно Избавляться Ну Да Ладно Все Это Обгорит И Стряхнется Вот Этот Припой Посмотрим Сколько Припоя Получится Из Пяти Килограмм Вот Сколько И Вот Такие Конденсаторы Сейчас Сейчас Мне Предстоит Отобрать Вот Эти Ножки Отделить Саму Керамику С Посеребрением Здесь Сплавлю В чушку Взвесим Вот Этот Припой Вот Сколько Его Вот Такой Сейчас Объем Упал Немножко Вот Слиток Припоя Ложим На Весы 590 Грамм 590 Грамм Припоя И Вот Ножки Вода С Этих Флажков И Трубчистых 740 Ну Пускай 680 680 680 Грамм Вот Такой Метал Извлекать Вот Эти ножки Было Конечно Сложно Сначала Я Выбирал Трубочки И Флажки Тоже Вручную Отдельно Ножки Отдельно Затем Пришлось Мне Измельчать Те флажки Мелкие Чтобы Отсеять Вот Эту Муку И Забрать Медь Узнаем Что Ножки Медные Времени Конечно Ушло Прилично Где-то Три часа Я занимался Вот Этим Делом Также И Обжиг Я делал Тоже Три часа И Отмывку Уже Отслоеной Краски Час Вот 7 часов Времени Ушло На Все Это Но Если бы Все это осталось На этих Конденсаторах И Растворить Это Ужас Сколько Нужно Азотной Кислоты Так что Я избавился Не Полностью Конечно Там Часть Ножек Осталось Конденсаторы Которые Отдирал А Затем Измечал Вот Так Фракции Есть Ножки Оставались Сейчас Я Все Засыплю Два Стакана Трехлитровых Разделю Залив Водой И Азоткой Затем Буду Сливать Раствор И Заберем Серебро Посмотрим Сколько Там Значит Как Я буду Засыплю Залью Кислотой Водой Кислотой Но Греть Не буду Поставлю Под вытяжку На плитку Но Греть Не буду Потому что Нежелательно Греть Потому что Начнет Растворяться Что-то В керамике И Глина Получиться Какая-то Нам Главное Забрать Это 2 Серебро Чтобы Полностью Там Растворилась Нужно Подождать Когда Будет Реакция И Конечно Ножки Поставались Возможно Даже И Припой Немножко Остался Нужно Растворить До Прекращения Реакции А затем Буду Сливать Растворы Материал В стаканах Залит Дистиллированной Водой И Вот Азотная Кислота 400 мл Так Набрал Так Понемножку Вливать Сюда Нужно Конечно Помешать Накрыть Крышкой И Периодически Приходить Помешивать Но Греть Греть Нельзя Нежелательно Так Здесь Накрываю Крышкой Здесь Промою Палочки Тоже Накрою И Ставлю Под Вытяжку Так Ну Вот Так Идет Реакция Раствор Сам Подогревает За счет Реакции И Сейчас Материал Вот это все Теплые И Как только Не станет Диоксида Стакана Значит Растворение Произошло И Можно Сливать Растворы И Через Два часа Времени Вот Такой Раствор Диоксида Уже Нету Раствор Начал Отстаиваться Вот Эта Муть Выпадает И Сейчас Буду Переливать В этот Стакан Через Вот Эту Ткань Вот Это все Что Пройдет Через Ткань Солью Пятилитровый Стакан Вот Такой Мутный Раствор Получился Это все Вместе с промывкой А 2,5 литра 2,5 литра Вот Эта Каша Вот Кодексаторы Ну и сейчас Здесь Разные Клейки Вещества Есть Все попала сюда наверно из керамики и там припой остатки припоя остатки меди все здесь имеется и нам нужно осадить ну все ненужное всю муть осадить нужно сейчас я вливаю аммиак сюда вот так немножко волью сколько здесь я влил где-то метки были 100 миллилитров влил пока я думаю достаточно лишь бы осадить вот эту всю муть этот клей что там еще кто его знает нужно садить его и затем легкая фильтрация будет припой тоже оловок свинец упадет на дно стакана и легкая фильтрация будет вот таком состоянии профильтровать такой раствор это нереально это очень очень долго придется фильтровать а после осаждения всей мути аммиаком фильтрация будет легкая вот так отстоялся раствор за ночь и сейчас будет легкая фильтрация вот сколько выпало но она висит конечно там там жидкости тоже хватает но сейчас посмотрим вот три с половиной литра и посмотрим сколько же будет вот этой жидкости после фильтрации фильтр внизу синяя лента вверху белая лента два фильтра вот так буду фильтровать через два фильтра сейчас посмотрим как идет фильтрации вот так идет фильтрации это начало потом посмотрим как будет фильтроваться вот это ночь там и керамика там все припой да я не сказал сколько ушло азотной кислоты на растворение этого серебра было 400 я все влил по ходу а затем еще добавил 100 миллилитров пол литра азотки ушло на растворение серебра можно сказать на смывку серебра вот с этих конденсаторов вот уже сколько профильтровал минут за 10 2 литра и сейчас вот фильтрую вот этот осадок эту муть вот она так фильтруется медленно конечно но фильтруется а а если бы не сделать вот эту процедуру сам из аммиаком то фильтрация шла бы ну пару суток наверное вот такой объем вот такой литраж если не осадить всю муть и припой аммиаком то фильтрации очень длительно и много фильтров уйдет но это соль соль я уже профильтровал вот воронкой маленькой обыкновенная каменная соль это для выделения хлорида из раствора вот сколько получилось профильтрованной жидкости 3 литра но я здесь добавлял немножко промывка было так что добавилась вода и вот вот сколько осадка ну где-то 700 700 миллилитров по объему вот этого стакана была осадка вот он такой осадок значит раствор я нагрел и сейчас буду выделять оттуда хлорицы ребра солью потому как у меня заканчивается соляная кислота и к тому же закончилась уже и сульфаминовая кислота нужно выписывать нужно заказывать и сейчас будем применять соль но хочу заметить что соль полностью вот с такого раствора не выделит хлорид серебра из аммиачного раствора из аммиачной среды соль полностью не выделяет не осаждает хлорид серебра так что помощь я применю еще одно средство сейчас покажу сейчас уберу вот этот осадок вот эту муть и так заливаем соль помешиваем вот он хлорид начинает выпадать но но аммиак часть этого хлорида держит в себе вот он хлорид часть выпадает а часть остается в растворе и этому свидетельствует вот такой цвет хворит очень такой мелкозернистый такой слабенький ну хорошо еще зальем еще зальем соль никаких изменений никаких изменений выпадает какая-то пыль но чтобы изменить ситуацию сейчас применим вот такое средство электролит обыкновенный электролит для аккумуляторов сейчас открою и вольем сюда и посмотрим на изменения вот я вливаю и смотрим какие произойдут изменения вот они вот они изменения и сейчас посмотрим какой выпадет хлорид вот такой он хлорид еще помешаю вот здесь с этого раствора сейчас полностью выпадет хлорид серебра ну в растворе конечно останется там медь возможно еще что то вот такой стал раствор ну и подождем когда выпадет хлорид потом я включусь и посмотрим сколько же хлорида выпадет вот он такой раствор через 10 минут еще добавлял воды и вот такой осадок это хлорид и он мелкозернистый это все уже этот раствор не нужен сейчас я сливаю и буду кипятить вот этот хлорид в чистой воде отмывать вот эту медь никель что там еще нужно отмыть до чистой воды кипятить короче буду отмыл хлорид полностью до чистой воды переместил вот двух литровый стакан этот хлорид и дальнейшая процедура этот раствор этот вернее хлорид растворить аммиаке и осадить гидрозин гидратом уже серебро металлическое серебро затем сплавить и взвесить эту процедуру я показывать не буду так как у меня на канале таких показов много смотрите этот метод мне более всего подходит он самый качественный самый надежный и получается всегда получается три девятки я этот металл сдаю я отвечаю за свои слова так что посмотрим уже на слитки восстановил я серебро вот со всего этого вот сколько получилось у меня брикетиков сейчас осталось сплавить и взвесить посмотрим какие слитки ну я вижу что серебро чистое вот такие вот будут доходы но пока не знаю что-то маловато маловато конечно серебра но сколько есть уже меня часто просит чтобы я показал как плавится вот эти брикетики вот такое серебро установленные я не раз показывал ни в одном видео но раз просят еще покажу и в этом вот засекаем время и теперь вы уже вы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...